Психиатрические экспертизы это особый тип исследования, они проводятся по заявительному принципу. Это значит, что сам человек подает документы для того, чтобы адекватность принимаемых им решений была подкреплена документально. К примеру, гражданин, как правило, пожилой, либо перенесший соматические расстройства, оформляет наследство или договор дарения. Какие обычно такие вопросы возникают? Конечно же, это деление своего, оставление наследства своего имущества. В большинстве своем оформляют завещания, составляются акты дарения на недвижимость. Реже присутствуют там договоры, ренты, они обычно у нас единичные. В большинстве своем, конечно, это завещания и составление актов дарения недвижимости. Исследование продолжается на протяжении нескольких часов. Своё заключение даёт и психиатр, и психолог. Работа эта комплексная, ведь заключение должно быть объективным и разноплановым. Специалисты наблюдают за тем, как человек решает логические задачи. Выстраивает систему выводов, оценивает обстановку вокруг себя. Исследуем память, внимание, мышление человека, его личностные особенности. На каждый когнитивный процесс даётся две методики. То есть, в целом, где-то около 8-10 методик на одно исследование необходимо провести. Полученное по итогу заключение позволяет предупредить разногласия между потенциальными наследниками, исключить лишние судебные тяжбы. Но так бывает не всегда. В 10% от общего количества всех зарегистрированных исследований заключение даётся с отрицательным результатом. Человек признаётся недееспособным. Он не может реально оценивать свои поступки и действия. Не все от нас уходят счастливыми и сделкоспособными. Я вам хочу сказать, что процентов 10 мы сдаём заключение, что человек не сделкоспособен. Но тут тоже печалиться, расстраиваться не стоит. Скажем так, что да, вот кажется, вроде бы мы оплатили экспертизу, но не получили результата, которые хотелось бы одной из сторон, чтобы провести данные юридические действия. Тут открываются возможности, скажем так, при установлении серьёзного психического расстройства, когда психические функции имеют такую выраженность, глубокие нарушения. Мы уже рекомендуем обращаться в суд. А признание человека недееспособным. Если же остались вопросы по формату проведения исследований и критериям, то всю достоверную информацию можно получить непосредственно в ведомстве, обратившись по адресу в городе Бресте, улица Пионерская, 44.